здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию по просьбе моих товарищей вот такой стример щучий воблер гибрид как его можно будет назвать который очень успешно ловит практически по любой поверхности нашей воды выполнен он в качестве не зацепляйки как вы видите не зацепляйку можно делать разными способами я ее изготовил из металлической проволочки потому что сильно водоема наши заросли сейчас растительностью и трудно протаскивать неподготовленный воблер или поппер по нашей поверхности очень уловистая приманка щуку просто даже в стоячей воде выманет при небольшом дуновении ветерка в изготовлении довольно таки простая приступим к изготовлению крючок я взял не зацепляйку где-то 10 не зацепляйки как изготавливать вы сами знаете это немножко изготовлено по-другому обматываем ниткой остатки отрезали подготовил я перья и люрекс вначале крепим по длине полторы две длины всего крючка крепим люрекс необходимом количестве я беру жесткий люрекс для того чтобы он мне поддерживал перья и несмотря на то что он крученный он не позволяет за счет своей жесткости путаться в перьях хотя по правилам положено здесь ставить люрекс плоский для того чтобы не было запутывание этот люрекс изготовлен из очень крепкого материала и достаточно жесткий для того чтобы поддерживать перо не запутываться добавляем немножечко голографического еще плоского люрекса золотого или серебряного на две части разделили достаточных количествах для щуки щуку не испугаешь блестящими элементами поэтому если вы желаете больше можно ставить в ровно столько сколько вы сочтете нужно берем клей и промазываем место соединения берем подобранные два раза перышко подбираем их по длине остатки отрезаем выравниваем можно два пера сразу крепить можно по отдельности каждая как вам будет удобно я креплю два сразу так как уверен в своих действиях если нет можете каждая по отдельности вот у нас получился вот такой элемент нашего хвоста подбираем цветовую гамму так чтобы у нас было более раздражительное для щуки кладем еще по перышку зеленому как у вас будет получаться с оттенками это вы уже смотрите на себя щука если реагирует то она в основном реагирует на яркую раскраску которая выражается в применении желтого оранжевого красного и других оттеночков берем добавим еще парочку желтого пера можно использовать три цвета можно 4 можно хвостик сделать как вам заблагорассудится все зависит от вашего количества перьев которые у вас есть так поправили остатки отрезали вот у нас пока что получается вот такой хвостик достаточно симпатичный но для большей привлекательности я добавлю еще вот таких перышек гризли чтобы у нас еще больше была наша привлекательность мушки длину перьев можете подбирать для себя экспериментально потому что я иногда использую вот такие длинные ставлю в начале в конце или вообще их не использую все зависит от того какая у вас будет рыбалка если вы недалеко и у вас забросы будут на расстоянии 15 метров вполне достаточно вот такой опушке длина хвоста можете выбирать себе как сочтете нужным может быть две длины крючка две длины тело или же три длины 4 все зависит от того на какой величины хищника вы будете охотиться если это мелковатая щучка то вполне достаточно вот как я здесь делаю длину порядка полторы две длины нашего крючка добавили голографический еще люрекс плоский подровняли наши перышки посмотрели как они у нас здесь находятся в связке ничего дальше пока не проматываем посмотрели вот так у нас получилось очень даже симпатично вполне достаточно для того чтобы наша щука реагировала чтобы десять раз не проматывать на одном и том же месте берем промазываем клеем место крепления и немножечко по цевью все опушку не надо убирать потому что это у нас даст еще небольшой объем на стела чтобы не использовать чтобы дополнительно не использовать у нас даббинг примотали возвращаемся в точку крепления наших перьев у нас получается еще вот такой один элемент который необходимая его уже вырезал форму можете подобрать себе как вам будет удобно но самое главное чтобы длина была мы могли закрепить в месте крепления перьев и чтобы хватило места одеть у нас сделать лопаточку на носик здесь у нас все промазано клеем поэтому берем и крепим в месте крепления притяжными петлями в месте крепления притяжными петлями на наш носик и продолжаем дальше для тела мы будем использовать с вами для обмотки оранжевое перо можно использовать другое белое красное какое у вас будет в наличии перо крепим наше перышко закрепили и вот теперь мы аккуратненько так чтобы не торчали все наши перья которые остались проматываем проматываем так как у нас перо оранжевое мы немножечко добавим и сделаем тело даббингом красным это мех песца подшерсток которые я вытаскивал и которые я практически не выбрасываю а потом дальнейшем использую для дальнейшего вязания мушек в качестве даббинга наносим небольшое количество так чтобы наша даббинговая веревочка не было достаточно рыхлая но и в то же время имела какую-то объемность лучше два три раза пройти по одному месту чтобы было тело покрепче можно использовать для закрепления нашего тела проволоку но скажу откровенно что в негодность в негодность приходит быстрей наш стример в общей конструкции чем отдельно страдает тело поэтому это все как я говорю у нас является расходным материалом вот так будет достаточно теперь берем наше перо и очень-очень плотно стараясь не порвать формируем ёршик по телу желательно чтобы бородки были направлены своим изгибом к колечку тогда наша мушка будет достаточно долго она и так достаточно хорошо плавает но достаточно долго будет находиться у нас на плаву подошли не доходя как вы видите где-то два-три миллиметра закрепляем наше перо закрепили остаточки отрезали и здесь делаем завершающий узел нам уже нитка нет понадобится убрали вот у нас вышел вот такой ёршик как вам видно достаточно пышный хороший примерили нашу крышу на нашем стримерочке очень даже хорошо теперь на месте предполагаемого отверстия где у нас будет проходить через колечко берем даббинговую иглу и делаем отверстие слегка 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 вот так вот расширивая расширили примерили вот у нас должна получиться в исходном положении вот такая конструкция что мы делаем дальше берем клей убираем наши перья сверху вниз и стараемся по центру так чтобы клей не был гелевой наш лишним промазываем промазываем клеем от самого крепления до носика промазываем клеем узенькой полосочкой промазали носик где наш клей промазали и теперь делаем вот быстренько такую операцию раз и все ну вот посмотрели вот у нас вышла вот такая конструкция величиной лопаточки вы можете регулировать глубину погружения по проводке я сейчас буду клеить глазки которые здесь можете ставить можете не ставить это уже на ваше усмотрение рыба их не видит а для нас это будет своего рода красота так съесть подбираем глазки в одном из фильмов я рассказывал как изготавливать самому глазки поэтому я под себя использую только свои глазки вот как видно здесь у меня любые какие я хочу здесь по диаметру и по расветочке взять посмотрели подровняли наши глазки вот такое чудо в перьях у нас с вами вышло и никаких больше закреплений применять не надо достаточно хорошо все закреплено ловит изумительно и практически не потопляемая проводка в зависимости от лопатки при подергивании наша мушка может погрузиться на небольшую глубину потом всплывает как пробка что является очень сильным раздражителем для щуки попробуйте сами спасибо большое за внимание жду ваших комментариев спасибо спасибо спасибо